и кавалерии. Французская пушка только что произвела первый выстрел по окраинным домам Фридланда. Битва начинается. Итак, вы становитесь свидетелями арьергардного боя отступающей русской армии с наседающими частями корпуса маршала Нея на окраине Фридланда. Завожу до сведения участников сражения. Время наступило. Сейчас 14 часов. И вот оно началось. Французская артиллерия накрывает окраину. Ее огонь должен заставить отступить нашу пехоту. Кроме того, не предупреждается привести смущение наших артиллеристов. Мы надеемся, что холодок не бежит по их жилам и сердце бьется их спокойно. И французы вскоре услышат и увидят их меткий ответ. А здесь, прямо перед нами проезжает эскадрон лихих актырских гусаров. Посмотрите на них. Это одни из лучших кавалеристов нашего военно-исторического движения. Приветствуйте их! Как я и говорил, наша пехота под огнем французов начинает отходить. Она развернулась, и у нее новую позицию. Французская тяжелая гвардейская кавалерия выезжает в поисходную для того, чтобы произвести атаку. Но актырские гусары не древают. На то они и кавалеристы. Присущие им дерзость, о которой говорил еще Фридрих II, семилетнюю войну, они сейчас отразят французских латников. Действительно, даже не посмев принять столкновение, французы, несмотря на свой внушечный вид, затрусили назад. Наша пехота защищена. Французская артиллерия продолжает вести огонь. Но, собственно говоря, это и есть ее задача подавлять своим огнем пехоту противника. Между тем, французская пехота перестроилась и придвигается к исходной для того, чтобы принять участие в деле. Наши артиллерийские знамители ее. Перестрелка идет, но французы, зная свое превосходство, не стесняются ею. Видите, они уже не маскируются, они показали себя, демонстрируя тем самым свою готовность атаковать. Бьют французские пушки, теперь они пытаются накрыть нашу батарею. Это логично. Если французы хотят победить, им надо вывести русскую пушку из боя. Снова огонь. Теперь перелет. Наряды разрываются на улицах уже Фридланда. Французская пехота, ободренная огнем своей артиллерией, под предвоительством полковника Келермана, командира, карабинеров, императора. Вы видите, вон, на белом коне, характерный, прекрасен, красный плюмаш, на каске атакует. Впереди уланы императоры, карабинеры, жандармы гвардии. Пехота русских вынуждена свернуться. Ротмистер Цыглов, командир орденского киросирского полка, командующий русскими, сворачивает его в каре. Французские кавалеристы сильны. Они могут только кружиться вокруг него, ожидая, пока актырцы гонят их снова, либо русская пушка сметет. Мир желает ждать ничего не другого, они уходят. Снова разгорелась перестрелка. Французская пехота, батальонное шато, гвардия императора, творичная охрана движется вперед, вы сейчас великолепно видите по ярким, бросающимся в глаза желтым с красными ласканами мундиром и красным султаном на черных медвежьих шапках. Мерным шагом, почти как на учении или параде французы наступают, держа пока что ружья на руку. Ружья заряжаются свои мушкеты и готовится встретить неприятеля оружей на вперед. По-прежнему бьет французская артиллерия. Валерия французов, предводительствуя самим Келлероманом, готовится повторить атаку. Наше орудие пытается сменить французу. Он не может таковеть стрелять, а мастерский гусару стремляются на французов, чтобы прикрыть нашу пушку. Вот оно, наконец-то, кавалерийская рубка. Я слышу, как зенит, металл, сталкивающихся и рубящихся кавалеристов. императорские уланы пытаются взять наше орудие, но неудачно. Начинается карусель, всякая двух армия возвращается друг вокруг друга, наконец-то они расцепились. Французская кавалерия отходит, наша пехота теснимая французами, так и было на самом деле в сражении, снова пеняет позицию, придвигаясь ближе к окраине Трилунды своим орудием. Французы все ближе к нам. И как говорил Ермолов, скоро можно будет увидеть какого цвета зрачки глаз у каждого из них. Очевидные наши артиллеристы ожидают этого. Своим огнем упор нанести врагу наибольший урон. Между тем французы сгруппируют свои войска. Французская артиллерия начинает приближаться к полю боя. Она примерно имитирует то, что делала кавермен в разгар сражения. Снова французская тяжелая каверия предвоительства каверменом атакует и ротмистр Цеглов снова сворачивает в каре нашу пехоту. французская артиллерийская от вас сейчас зависит очень много. Так долго пехота без вашей поддержки продержаться не сможет. Бусары берут на себя инициативу и снова родятся с противником не давая ему взять нашу пушку и помешать нашей пехоте. Здесь дело идет не о выигрыше поля сражения а о возможности благополучного выступления русского арьергарда. Французская артиллерия все время пытается накрыть расположение наших сил все время меняет позицию приближаясь к ним. Французская пехота в приближающей близости в принципе с такого расстояния уже можно ударить штыки по русскому арьергарду. И только нерешенность действий кавалерии перемудовства афтырцев не дают французам продвинуться не позволяет французской пехоте атаковать. Но наши артиллеристы подчиняясь неизбежному закону войны и восходству противника меняют позицию и еще ближе подходит к крайним домам Фридланда. Пехота обменивается оружейными выстрелами французская артиллерия готовится снова открыть огонь а Келерман ждет того чтобы отставшая часть его конницы снова бьют французские пушки есть опасность что они отсекут своим огнем нашу пехоту и снова рот мастер цеглов отводит ее и снова автирские гусары спасают положение теперь уже батальону Невшато приходится свернуться в каре это позволяет русским развернуться на ловую позицию в линию и быть готовым отразить новый начиск неприятеля наша французская теперь гружит вокруг вражеского каре настоя французов пережить неприятные минуты окруженности вражескими всадниками теперь цеглов решил сам потеснить противника рискованно французу на нашем правом фланге оттырться слишком далеко только огонь нашим филлерий мог остановить противника но поздно французская пехота и кавалерия зажимает наш малочисленный аван арьергард происходит рукопашная схватка войска войска буквально толкаются грудь грудь французы напирают с присущим фуриоза русские с угрозой стойкостью не отступают но враг силен отступают нижние и К сожалению, русская артиллерия в такой позиции не может вести огня, боясь поразить собственную прехоту. Французы приблизились уже практически на то расстояние, когда можно развлечить цветы глаз. Уражение медленно смещается к вам, уважаемые зрители. А наши артиллерцы после очередной наездки на уражескую артиллерию снова отступают на искусственную позицию. Своим наскоком они парализовали на несколько минут французов. И наша артиллерия, пользуясь этим, беспрепятственно отходит сам Фридл. Но теперь французы снова открывают огонь. Конечно, в таком положении нашему пехотному авьергарду долго не устоять. Единственный разумный выход будет оттянуть его сами улицы Фридланда. Ну, наконец-то, ударила и наша пушка. Да, французам осрастко. Но не все же и один, чтобы бить на поле на этого боя. Тут и русская пешкода открыла огонь. Французы бодро отвечают. Аккуратно через стрелку. Как это происходило тогда на поле боя. Кстати говоря, для того, чтобы поразить в то время, нужно было расстояние при стрельбе и гружи не более 50 шагов. При большем расстоянии уже цельность было нельзя поверить. Отсюда такое небольшое количество раненых. Но вот они уже, как видите, у русских появились. Стрелки быстро отступают. При французской кавалерии Цеглов снова сворачивает свою пехоту в каре. Келерман опять ведет своих платников и гандармов. Улангвардии. Но ахтырцы не дремлют. Они уже скажут защитить нашу пехоту. Молодцы, гусары! Слово ахтырцам! Они сегодня подлинные герои боя. Которые раз уже спасают нашу артиллерию и пехоту. Сцепившись, кавалерия почти единой массой движется на левый фланг французов. Одного чуть-чуть не взяли в плен жандарма, судя по всему. А может быть и взяли. Правильно. Русским тоже нужны трокеи. Не отпускайте его, ребята. Будет что привезти в Москву. Показывать в цирк. Ну наконец-то и наша артиллерия опять заговорила. Ну, один пленный. Это вообще хорошо. Такий гуманизм они проявили. Я бы не отпустил. Привязал бы и так вывез до Москвы. Одну конь. Гусик старый тебе застает. Ага, опять штыковая. Да, арьергардные дела жаркие. Ох, французы и ломят. Вот силища. Молодцы. Ну-ка, насадитесь еще, ребятушки. Не посрамите своих государей. Покажите, что вы лучшая пехота с двух концов Европы. Оу, я вижу в штыковом столкновении. Ранило что-то правого французского сержанта. Ну, чудесным образом он может и снова отсыграться своим друзьям. Вот что говорит мои нареканцы. В последней штыковой схватке. В ротмистер Цеглов подводит своих героев. Когда смотришь на столь ожесточенные схватки войск, на такое мужество солдат, невольно вспоминаешь, что именно во время этой войны, в феврале 1807 года, государь Александр Павлович, воздая множество русских воинов, учредил знак отличия военного ордена для наших солдат. Просторечие говоря, серебряный маленький солдат Георгиевский крестик или Георгиевский крест. Любимейшую и уважаемую награду наших солдат в течение свыше 100 лет. А вот здесь русские гусары рубятся с уланами императора, добывая себе. И, судя по всему, ничего ей не остается, как примкнуть к артиллерии. Только огонь наших артиллеристов сдерживает французов от быстрого перехода в окончательное наступление. Пули косят наших стрелков. Сейчас бы, конечно, еще огонь французской артиллерии был бы неплох с точки зрения тактики боя. Чтобы принудить русских окончательно покинуть позицию при Фридланде. Между тем, солнце клонится к вечеру. Уже восьмой час Фридланда исторически горит в этот момент. Русские в последней части уходят в горячих домах маленького брусского города. Да. Французская армия готовится пожертвовать победу, что ближе, что ближе дома Фридланда для улов императора Наполеона. Снаряды рвутся уже в непоследственной близости от нас с вами. Вдохновленная этим французская конница готовится поддержать свою пехоту, а и артиллерия врага вновь меняет позицию, придвигаясь к тающим рядам русских войск. Ага, в великое французском полковник Телерман отдал приказ атаковать русскую пехоту и поддержать свою инфантерию. Конечно, рысью, как же еще. Вперед, доблестные праверисты Франции. Ну а наши пехотинцы неустрашимые, они смеются в лицо врагу. Вернувшись в маленькое коре, ах тырцы, какие молодцы, они не бросают своих боевых товарищей ни на минуту. И снова теснят неприятеля. Ох, я вижу чудом избежать. Французский карабинер уже не рискует лезть в гущу сражения. А маленький храбрый другом последним покидает поле боя. Слава Смельчаку! В течение боя движутся против часовой стрелки. Войска стали уже к нам своим левым флангом. Французы и правым русские. Гордо, гордо веет напередами русские белый полковой флаг с нашим имперским двуглавым орлом. Ага, еще одна схватка грудь в грудь. Но французы, ну просто медведи какие-то. Не даром они в медвежьих шапках. Ох, этот батальонный шато! Не хотел бы и просто оказаться на его пути. С трудом командира растаскивают своих произошедшихся двухменов. Отчаянность боя такова, что они, кажется, боют уже почти взаправду. Горят стога сена. Французская артилея еще ближе подошла. По крайнюю Фридланда. И вновь Галерман посылает свою кавалерию вперед. Какой прекрасный выстрел, дымовое кольцо. Гусары прорываются снова в французской кавалерии. И так сражается с ними, либо оборачивает тлюх. Боже, сам Галерман окружен! Французы, спасайте своего командира! Неужели вы его бросите? Одна из самых драматических минут сражения. Но гусары будет разумно, не стали рисковать. Все равно будет... И оставили Келермана со своими французскими всадниками. Французские орудия готовятся дать залп. Ну, господа! Он очень необходим. Ибо французская пехота уже теснит русских. Прочит Фридланда! Да, сражение для меня начиналось для вас, когда мы видели ранцы русских воинов, а французы в лицо от людей. Мы видим ранцы французов и в лицо подходящих на восток русских. Французский орудия занимают окраину Фридланда. Французским пускам дать уже залп, упор по русской пехоте. Это почти катастрофа Без нашего орудия мы не устоим Цеглом бросает Приходит отбивать пушку Но французская конница устремилась на подмогу Неужели русское орудие достанет обратно? Это будет означать практически конец Сравсватки Без пушки русские Сильно удерживаются Французская артиллерия готова ударить по русской пехоте Активистам Теперь После таких потерь Наши Рассеченные французской пехотой Отделены яйц собственной хавалерии Не быть раздавленными Отходите Фактически мы будем сказать Бой с французами выиграл Сражения А сейчас Наши военно-исторические клубы Развернутся перед вами В парадном строю Последние выстрелы Салюты Друг к другу Одни неустрашенные Другим кораблицам Слава 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 мужественным героям С сегодняшнего дня Позволяющим нам Слава Слава мужественным героям Подписывайтесь на ADAMS